Здравствуйте! В эфире муниципального телеканала информационная программа новостей. В студии работает Денис Сивков и коротко о главном в сегодняшнем выпуске. 1 миллион 57 тысяч 218 человек. Столько посетителей побывали за 10 дней на международной выставке Экспо в Астане. Более 140 сельскохозяйственных кооперативов уже создали в Северном Казахстане. В чем выгода партнерства сельских предпринимателей, расскажем в нашем выпуске. С начала года в акваториях области утонули 5 североказахстанцев. О причинах ЧП в материалах наших корреспондентов. 195 североказахстанских предпринимателей в этом году воспользовались программами Фонда поддержки сельского хозяйства и получили на развитие своего дела более 580 миллионов тенге. Эти средства они направили на увеличение поголовья скота, приобретение оборудования, развитие овощеводства, организацию переработки сельхозпродукции. В одном из таких хозяйств побывала Алина Буржанова. Булат Умаров животноводством занимается больше пяти лет. Сначала приобрел шесть коров, сейчас их около сотни, в том числе два быка-производителя. Увеличил поголовье и закупил современное оборудование за счет средств Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства. В прошлом году фермер объединился с другими предпринимателями и создал сельскохозяйственный производственный кооператив. И вновь воспользовался господдержкой, взял кредит 9 миллионов тенге на приобретение оборудования. Теперь у него есть такой танкер-охладитель. Вот он охлаждает до 3 градусов плюс, потом он автоматически отключается. Приобрел Булат и молоковоз и теперь уверен, что на местный маслозавод доставит продукцию свежей. В день бизнесмен сдаёт около полутора тонн сырья. Перед каждой отправкой обязательно проверяет его качество на специальном оборудовании. Компьютер начинает работать. Вот ждите. Вот воды нету и жирность 3,8. Это высшее качество. Всего в составе сельхозкооператива Кирей 50 предпринимателей. Объединение в СПК даёт им новые возможности. Государственная поддержка, низкие процентные ставки для кредитов и выгодные цены при реализации сельхозпродукции. Мы финансируемся фондом финансовой поддержки 6% годовых. Что мы покупали вот это оборудование. Всё, 50% государства субсидируется. Большая мечта есть моя – поставить молочную линию. В Североказахстанской области сегодня действует более 140 сельскохозяйственных кооперативов. Приобрести новую технику, оборудование и КРС они могут, воспользовавшись программами ИРС или Интемак. По программе Интемак могут профинансироваться сельскохозяйственные кооперативы. Сумма займа до 50 миллионов тенге на срок 84 месяца. По программе ИРС могут профинансироваться уже участники сельскохозяйственных кооперативов. Срок займа 84 месяца. Сумма до 13 миллионов тенге. Всего с начала года по этим госпрограммам одобрили 195 проектов на сумму более 580 миллионов тенге. Самыми активными заемщиками стали предприниматели из Таиншинского и Акжарского районов. Алина Боржанова, Владимир Боровков. Новости МТРК. Североказахстанцы стали тратить больше. По данным обследования, в первом квартале 2017 года каждый житель области в среднем потратил почти 131 тысячу тенге, что на 15% выше, чем за тот же период прошлого года. Как обычно, расходы горожан превышают траты сельского населения. Почти на треть, в среднем это 152 тысячи тенге. Основная доля средств уходит на покупку продуктов, на втором месте расходы на платные услуги. Продолжаем выпуск. Выставка Экспо 2017 работает в Астане уже 10 дней. За это время с разработками ученых всего мира в сфере зеленой экономики ознакомились более миллиона человек. Какие павильоны больше всего привлекают посетителей и какое наказание ждет тех, кто пытался попасть на территорию Экспо по поддельным билетам, расскажет Ксения Куценко. 10 дней прошло с открытия павильонов международной выставки. Сегодня можно смело говорить, что Экспо 2017 интересно многим. За это время здесь побывали более 1 миллиона человек. По основным объектам посещение составляет 167 тысяч 884. В том числе наш главный объект Нор-Лем посетили 8-6 половин тысяч человек. За данный период наши объекты посетили более 26 тысяч иностранных посетителей. Более 10 тысяч школьников, 2 тысячи инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и лиц к ним приравненных по льготам. 14 тысяч школьников, студентов и пенсионеров. С каждым днем посещаемость растет, отмечают организаторы. В среднем гости Экспо успевают в день посмотреть 5-6 павильонов. Сегодня все объекты открыты. Последняя страна, Румыния, уже тоже завершила все строительно-монтажные работы. Павильоны очень активно сегодня, конечно, пользуются популярностью. Десятку стран, которые наиболее популярны среди посетителей, на сегодняшний день пока можно отнести Китай, затем Королевство Саудовской Аравии, Индия, Малайзия, Узбекистан, Турция, Россия, Таиланд и Япония. Посещаемость Китая за эту неделю составила только 32-33 тысячи человек. Павильон России посетило 21 тысяча человек. Каждый день выставки насыщен разными событиями. Все страны проведут свои национальные дни, запланированы концерты, встречи. Кстати, на территории Экспо можно приобрести сувенирную продукцию из разных уголков мира. За 9 дней их продано порядка 20 тысяч, на общую сумму более 28 миллионов тенге. Активно покупаются и билеты, их реализовано порядка полутора миллиона. Кстати, службой безопасности Экспо были выявлены факты продажи подделок. Мы сейчас говорим об элементарной подделке, это ксерокопии наших электронных билетов. Пытались пройти люди с данными ксерокопиями, но у них ничего не получилось. По-видимому, люди предполагали то, что предоставив бумажку, можно пройти на территорию выставки. Но, как вы знаете, у нас стоит интеллектуальная система контроля доступа посетителей. Каждый билет это уникальный, по-своему он имеет идентификационный номер, который не повторяется. У него есть бар-код, у него есть QR-код. И по проходе на территорию данный код считывается, и там не могут быть никаких повторений. Вот буквально в первые дни мы выявили около 100 фактов, потом 70 фактов. Вчера уже не было ни одного факта. Лица, кто приобрел эти билеты установлены, будет проведено расследование. Тем временем интерес к самому масштабному событию года во всем мире не утихает. За 10 дней в СМИ вышло более 2000 материалов об Экспо, в том числе более 700 в иностранных масс-медиа. Но лучше один раз увидеть, чем 100 услышать. Выставка будет работать до 10 сентября. Приобрести билеты на Экспо-2017 можно на официальном сайте компании, в филиалах Казпочты или в кассе. В Петропавловске она находится в торговом доме Рахмет. Стоимость их варьируется от 4 до 8 тысяч тенге. Ксения Куценко, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Фонтаны, интерактивные стенды и необычные детские площадки. 11 учащихся седьмой школы посетили столицу и международную выставку Экспо. На однодневную экскурсию по Астане школьникам из фонда всеобучия выделили 157 тысяч тенге. Ольга Файзулина продолжит. Пока свежие эмоции, ребята делятся ими со сверстниками. Рассказывают, что их восхитило и удивило в столице и непосредственно на Экспо. За день не обошли и половины павильонов выставки. Показывают фотографии, видео. Здесь показана земля, как она видна с луны. Как будто нужен домик. Луноход. Многие школьники из малообеспеченных семей в Астану отправились впервые. Эта поездка запомнится им надолго. В самом Экспо красиво, разные идеи. Мне очень понравился павильон про Индию, потому что там много разных красивых сувениров. Мне понравилась Астана. Вообще, в общем, она такая большая и красивая. Фонтана. Учителю математики Елене Семеновой больше всего запомнился казахстанский павильон Нур-Алем. Около трех часов потребовалось им, чтобы осмотреть его. Космос, солнце, вода и ветер. Здесь рассказывают о разных способах получения энергии. Каждому из них посвящен отдельный этаж. Всего их восемь. Последний об Астане будущего. Когда заходишь на саму выставку, самый впечатляющий павильон, это, конечно, павильон нашей страны, огромный, красивый. И что очень понравилось в нашем павильоне, это то, что детям интересно. Поездка для ребят была бесплатной. Вскоре Астану посетят еще 124 учащихся этой школы. Так их поощрили за хорошие оценки, рвение к знаниям и спортивные успехи. Ольга Файзулина, Жулдазбекер Муканов. Новости МТРК. Далее реклама после продолжим. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжаем выпуск. Пять североказахстанцев утонули с начала года в водоемах региона. Причины этих ЧП – несоблюдение правил безопасности. Об этом спасатели рассказали журналистам на брифинге в департаменте по чрезвычайным ситуациям. Лето. Пора купального сезона. Именно поэтому в это время на водоемах нужно быть предельно осторожным. С начала года, к сожалению, уже есть жертвы. На водоемах области погибли пятеро североказахстанцев. Четверо из них в прошлые выходные. ЧП произошли в Казалжарском имени Габита Мусрепова и районе Шалакына. В селе большая малышка 12-летняя девочка пошла с подругами на реку и домой не вернулась. Ее унесло течением, место для купания не было оборудованным. Спасатели констатируют, несоблюдение правил безопасности – одна из главных причин гибели людей на воде. Купание и отдых в опасных и не оборудованных для этих целей в местах без спасательных средств и состояние алкогольных опьянений – 70%. Рыбная ловля на неосвидетельственных в органах транспортной инспекциях, маломерных судах без спасательных средств, а также нетрезвом состоянии – это 20%. Халатные отношения родителей, оставляющих детей без присмотра вблизи водоем – это 10%. Купальный сезон в Казахстане официально открылся 1 июня. В нашем регионе из-за погодных условий он начался чуть позже. И уже зарегистрированы факты гибели на воде. Спасатели напоминают – несоблюдение правил безопасности приводит к трагедии. Купаться нужно только в оборудованных для этого местах. В Петропавловске – это пляж озера Пестрова и городской на реке Исиль. Денис Севков, Жудызбекер Муканов, новости МТРК. С 21 по 23 июня в регионе пройдет единое национальное тестирование. Около тысячи выпускников будут сдавать главный экзамен на базе Североказахстанского государственного университета имени Монаша Кузыбаева. Чтобы обеспечить безопасность всем абитуриентам, пожарные в одном из корпусов ВУЗа провели тактические учения. Рассказывает Алина Быржанова. Пока студенты и преподаватели ВУЗа спешно покидают учебный корпус, на улице разворачивается спасательная операция. На место условного ЧП огнеборцы прибыли незамедлительно. Задействовали три машины спецтехники и больше 30 человек личного состава, в основном офицеров. Не случайно для отработки тактических навыков выбрали именно это здание. Уже в среду около 500 выпускников школ будут сдавать здесь единое национальное тестирование. В рамках подготовки к проведению единого национального тестирования нами проводятся внеплановые пожарно-тактические занятия по отработке действия персонала в случае возникновения пожара. Занятия у нас проводятся в учебном корпусе номер 5. В ходе занятий будут отработаны действия по эвакуации, тушению пожара, а также оказание первой медицинской помощи. По сценарию учения огнем охвачено около 300 квадратных метров. Главная задача спасателей – найти и обезвредить очаг возгорания, не допустив человеческих жертв. С этим они справились на отлично. По легенде, пожар произошел на четвертом этаже в кабинете номер 401. Пожар произошел из-за короткого замыкания, интерактивная доска загорелась. При возникновении пожара надо соблюдать элементарные требования пожарной безопасности. Во всех кабинетах есть пожарные огнетушители. Применять огнетушители в случае пожара не паниковать, самое главное. Единое национальное тестирование выпускники будут сдавать с 21 по 23 июня. В Североказахстанском государственном университете для этого подготовили 12 аудиторий. Алина Боржанова, Жолдосбек, Ермуканов. Новости МТРК. В Петерпавловске депутаты городского маслехата, объединившись с жильцами многоэтажек, взялись за благоустройство дворов. Устанавливают детские аттракционы и тренажеры завозят песок. Помогают им в этом и полицейские. Подробнее в материале пресс-службы областного департамента внутренних дел. Этот двор по улице Мухаммед Рахимова преобразился благодаря партнерству депутата городского маслехата Лауры Каиржановой и жильцов многоэтажки. На площадке установили новые детские аттракционы, а старые отремонтировали и покрасили. В этом им помогли полицейские. Занятость детей, чтобы не бегали, где попало, есть где поиграть. Матушки выйдут с детишками, за ними смотрят здесь, чтобы они не разбегались, не бегали там, где-то не курили. И в одном месте здесь будут. На днях такое яркое событие ждет и детвору домов 2Б и 2В по улице Жалела Кизатова. Благоустройством дворовой территории здесь занимается депутат Гульнар Мукушева. Клоуны и каратисты развлекали жителей многоэтажек по улице Хименко, 12. Здесь завезли песок, появились спортивные тренажеры. Обновленная площадка – результат совместной работы народной избранницы Мадины Дарбаевой и жильцов. Поставили детскую спортивную площадку, организовали праздник для детей. За это хочется сказать большую благодарность от всех жильцов дома, от окружающих домов и от себя лично. Сотрудники местной полицейской службы отмечают – организованный досуг для детей – хорошая профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Кристина Горбаченко при содействии пресс-службы областного департамента внутренних дел. Этнографическая экспедиция по районам Северного Казахстана вернулась в Петропавловск. Участники поездки поделились итогами работы с журналистами на площадке филиала службы центральных коммуникаций. Какие достопримечательности региона и известные люди будут включены в проекты Туганжер и 100 новых лиц Казахстана, расскажет Кристина Горбаченко. Учащиеся учителя истории и географии. Таким составом представители двух школ города, разделившись на группы по 13 человек, отправились в путешествие по Северному Казахстану. Вот только главной целью был не отдых, а изучение малых сел и знакомство с их жителями. Ученики и педагоги школы-лицея Аль-Фараби проехали 6 районов, побывали в 15 населенных пунктах, преодолели 1503 километра. Первая остановка была в ауле Булак из сельского района. Рядом с аулом находится Мазар Хусар и Аулие, которые еще при жизни к нему поклонялись, просили у него помощи и находили исцеление, духовное поддержку. И сейчас это является местом паломничества людей разных религий. Дальше мы отправились в Аиртауский район, остановились в селе Сарымбет. Мы увидели воучую усадьбу Аль-Хан-Мажин. В Аль-Хановском районе дети смогли принять участие в областных соревнованиях по национальным видам спорта. В Таньше побывали у поляков, посетили закрытый монастырь, где живут 4 монашки. В Акаинском заехали в аул Даиндык. Он имеет статус лучшего в республике. Еще 6 районов региона объехала группа средней школы номер 43. Они знакомились с известными земляками, чтобы их кандидатуры предложить в проект 100 новых лиц Казахстана. Первым в этом списке оказался известный аграрий, герой труда Геннадий Зенченко. В Казужарском районе, в селе Новонекольское, больше всего поразил молочный комплекс командирное товарищество Зенченко и Ка. Здесь мы попробовали на вкус местный луговой мед. А во дворце спорта, энергии, мы посетили тренажерный зал, баскетбольную площадку, бассейн. Здесь действительно видна забота Геннадия Ивановича о людях. И нас поразило то, что о нем, хотя, к сожалению, его нет в живых, о нем говорят как о живом человеке. Потому что все его дела живы и процветают. Брали интервью, фотографировали и писали заметки. Впечатлений от экспедиции по родному краю много, говорят ее участники. По словам Жараса Женисова, его вдохновили не только достопримечательности северного Казахстана и люди, но и удивительная природа. Мы были на озере Теке в Олихановском районе. Там очень чистый воздух, красивая природа. А сам водоем с лечебными грязями. Нас везде встречали, угощали кумысом, сметаной, свежим маслом. Я по-новому для себя открыл нашу область. Она уникальная. Этнографическая экспедиция длилась шесть дней. По итогам поездки ее участники планируют создать историко-краеведческий альбом, издать брошюры, методические пособия и записать диски с видеороликами. Кристина Горбаченко, Казбек Рыгбаев, Новости МТРК. Студенты Назарбаев интеллектуальной школы вернулись из Усть-Каменогорска. На востоке страны они собирали материалы для своих научных проектов. Своими впечатлениями от поездки юные исследователи поделились с нашим корреспондентом. Жан Сулут Астемировой. Петропавловск, Усть-Каменогорск. Два областных центра разделяют полторы тысячи километров. Отправились в путешествие на восток страны студенты Назарбаев интеллектуальной школы в рамках республиканского проекта «Туран Елье Тагзым. Поклонись родной земле». Девятиклассник Ахжан Жолдебаев эти края посетил впервые и считает, что регион – находка для будущего металлурга. Мой проект называется «Какой вклад Рыдер вложил на развитие Казахстана?». Я получил такие информации, что в Рыдере можно найти 92 вида элементов таблицы Менделеева. Как экскурсовод говорил, можно отметить, что это является единственным городом, который имеет подземный город. Этот подземный город, у него площадь 400 квадратных метров. Открыла новое для себя во время экспедиции Мадина Елюкина. Сейчас студентка изучает работы известных обаеведов Мухтара Ауэзова и Каима Мухаммедханова. На родине великого поэта нашла все необходимые для научного проекта материалы. По данным тематикам посетили множество мест, одним из которых является Дом музея Бая в Жидибая и в Семее. Каждый ученик, возможно, да, знает эту информацию, но тем не менее, одно дело читать, другое дело видеть своими глазами, все это ощущать. Я считаю, это просто богатый опыт. В день у ребят было от трех до пяти экскурсий. Западно-Алтайский заповедник, Ульбинский металлургический завод, Алтайские горы, Усть-Каменогорская гидроэлектростанция. Тему для исследований на востоке страны нашел каждый. Машиностроение, литература, ботаника, история. Свои научные проекты ребята представят в начале нового учебного года. Всего путевку на экспедицию Туган-Ельет Ахзам получили 12 лучших студентов Назарбаев интеллектуальной школы. Жансулут Астемирова, Казбек Арыкбаев, Новости МТРК. На помощь к одиноким пенсионерам спешат жасатановцы. Молодые партийцы делают работу по хозяйству, общаются с подопечными. Сегодня они побывали у ветерана труда Сальтай-Умурзаковой. Заглянула к ней в гости и наша съемочная группа. О своих же личных проблемах рассказывает 83-летняя Сальтай-Умурзакова. Протекает крыша в прихожей. Вот-вот обвалится. В комнате ситуация получше. Два года назад силами городского акимата здесь поменяли напольное покрытие, окна и вытянули потолок. Но хлопот у одинокой бабушки не убавилось. В этом доме она живет 20 лет. Половину из них в одиночестве. Муж умер, две дочери в России, сын в Астане. Помочь матери не в состоянии. За них это делают члены молодежного крылажа «Сутан». Берутся за любую работу. В этот раз дружно косят траву во дворе. В зимнее время бывает то, что убираем основном снег, привозим воды с колонки, потому что далеко идти и очень трудно будет нашим ветеранам. А в зятнее время это уборка возле дома и элементарное общение, разговоры. Ветеранам, пенсионерам не хватает немного общения. Из-за этого мы приходим, беседуем с ними. С начала года же сутановцы навестили 30 пенсионеров Петропавловской и районов области. Добровольцев в штабе всего 20. А нуждающихся в их помощи в разы больше. Но с задачей справляются. К Сальтай-Галеевне приходят из отдела соцзащиты. Дважды в неделю. Жан-Сулут Астемирова, Казбек Рыкбаев. Новости МТРК. На этом все. Смотрите МТРК. Будьте всегда в курсе событий. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова